День с толком День Победы 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 Когда снаряды рвались, я так припал, и меня засыпала земля. И голову земля пробила. А командирцы сидели рядом. И, значит, они сидели вместе и наполали обоих. Вот и видишь как. Скурлатов уверен, ему везло. Впрочем, так считают многие, кто стоял на крое жизни. Еще один наш легендарный земляк, конструктор Михаил Калашников, хрупкость жизни осознал настолько, что в госпитале вдохновился на свое главное изобретение. Вот тогда, будучи раненым, я начал думать. Они взяли попытаться самому сконструировать и изготовить хотя бы пистолет, пулемет, чтобы каждый солдат мог вести автоматический огонь. Но война была не только на фронте. В тылу шла своя борьба за мир. Всем тем, кто в тылу делал нам патроны, снаряды и все остальное, спасибо всем. По 12 часов работали с 8 до 8, а в пересменку даже и по 16 часов. Патрон покрутит, покрутит, так вот подресет, а потом на него проснется опять. Вот так вот делали. По мнению политологов, даже перенесенный праздник и парад исключительно по телевизору долгожданные. Это уже парад победы, да, и вот демонстрация того, что вот армия, которая победила нацистскую Германию, да, вот она существует и сейчас, есть преемственность, военная мощь нарастает, растет. И это же все равно некое чувство защищенности. В любом случае будут сейчас смотреть, кто к нам прилетел, не прилетел из-за мировых представителей, да, потому что там, ну вот, лидеры СНГ. Мини-автоаппарат прошел в Барнауле. Не танки, но техника с флагами России и СССР. О празднике жителям напоминали сами барнаульцы. Хотя сколько бы раз за год не праздновали День Победы, главное сохранять благодарность к тем, кто ее приближал. А это возможно в любой день. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Перенос великого праздника, отмена военного парада, бессмертного полка и других торжественных мероприятий. Для жителей нашего региона, как и многих других в стране, День Победы в этом году проходит в непривычном формате. С каким настроением провели его барнаульцы и как отнеслись к отмене парада? С этим и другими вопросами наша съемочная группа обратилась к жителям краевой столицы. Негативно. Все-таки нет ощущения, конечно, праздника. И все-таки людям уже, по-моему, надоело сидеть дома, и они хотят посмотреть на живых артистов, на живых людей, в принципе. Знаю почему, но я вот прошла, да, скучно, невыносимо. А как вы относитесь к отмене парада, бессмертного полка? Ну, она должна пройти, в Москве идет. А почему у нас? Ощущения праздника есть? Да, как-то не особо. Почему? Ну, я не знаю, без... Ну, в городе не видно это, на улице. Ну, это действительно забота о людях, чтоб не болели. Это как можно. Каждый в душе праздновал. И если так, даже с семьей праздновали. Мой прадедушка был военнослужащий, воевал и погиб в Великой Отечественной войне, поэтому, конечно, память и победа, она имеет большое значение для нашей семьи. Барнаул может получить звание «Город трудовой доблести». Его присваивают городам, жители которых внесли большой вклад и достижения не только на фронте во время Великой Отечественной войны, но и в тылу. Решение должен принять Российский Оргкомитет Победа. Для тех, кто не знает, из Барнаула на фронт ушли 40 тысяч человек, вернулись лишь 15 тысяч. Наши дивизии принимали участие в обороне Москвы, прорыве блокады Ленинграда, Сталинградской, Курской, Орловской битвах и других сражениях. Но не только поэтому Барнаул может претендовать на почетное звание. Во время Великой Отечественной город был настоящей опорой для армии. На 100 предприятиях, которые перевезли тогда в Барнаул, трудились 117 тысяч человек. Выпускали ткани для армейской формы, патроны, гранаты, танковые двигатели. Историки говорят, что каждый второй винтовочный патрон был изготовлен в нашем городе. Ради фронта и Победы барнаульцы работали по 12 часов в сутки. Эксперты считают, что у Барнаула высокие шансы получить звание. Проголосовать за присвоение Барнаулу звания трудовой доблести можно будет уже завтра. Где и как это можно сделать, знает Ирина Корчагина. Как мы знаем, раньше советским городам присваивались такие звания, как город-герой, город воинской славы. Алтайских городов в этих списках нет, но 4 месяца назад Владимир Путин учредил новое почетное звание – город трудовой доблести. И сразу у 4 алтайских городов – Барнаула, Бийска, Новоалтайска и Рубцовска – появился шанс получить это звание. Голосование пройдет в тот же период, что и голосование за поправки в Конституцию даже в тех же зданиях, к примеру, в Барнауле на 135 участках. Это может сделать каждый гражданин, достигший 14 лет, именно житель города Барнаула, придя на избирательный участок и предъявив паспорт. Кстати, как такового порога явки на голосовании нет. То есть, теоретически, если даже человек 5 проголосуют за то, чтобы Барнаул, Бийск, Новоалтайск или Рубцовск стал городом трудовой доблести, голосование состоится. Что-то это напоминает. После того, как жители выскажут свое мнение, документы эти будут направлены в правительство Алтайского края и Краевое законодательное собрание для поддержки этой инициативы. И только после положительного одобрения на уровне правительства Алтайского края и на уровне Алтайского краевого законодательного собрания эти документы с положительным заключением экспертизы Российской академии наук поступят уже президенту Российской Федерации для принятия окончательного решения. В годы войны на Алтай эвакуировали более ста предприятий. Полтора миллиона бойцов были обуты в алтайские валенки. И более ста тысяч раненых солдат лечились на Алтай. Каждый второй винтовочный патрон для фронта был изготовлен в Барнауле. Так же, как и каждый пятый двигатель Т-34 на заводе Трансмаш. По мнению историков, из всех городов края именно у Барнаула наибольшие шансы стать городом трудовой доблести. Ну вот если говорить о вкладе Барнаула в производство военной продукции в целом в масштабах нашей страны, ну хотя бы в масштабах России, даже не Советского Союза, то, конечно, здесь Барнаул, на мой взгляд, не будет на каких-то первых позициях. Вообще-то, на мой взгляд, несколько некорректно выбирать один, вот какие-то города считать городами трудовой славы, а какие-то не считать. Потому что во время Великой Отечественной войны все для фронта, все для победы работали все. И трудовая слава, она ковалась не в конкретных городах, а всей страной. Первый день голосования за город трудовой доблести стартует уже завтра. Кстати, алтайские коммунисты накануне обвинили мэрию в том, что власти просто используют этот повод для того, чтобы привлечь людей на голосование в соседнем зале за поправки. На свой город мы будем обязательно голосовать. Я пойду голосовать. Что получат жители города трудовой доблести? Кроме гордости, конечно. Во-первых, в городе установят стелу, где будет изображен герб. А также каждый год, 1 мая, 9 мая и в День города будут проводить салюты. Что ж, никогда такого не было. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, Илья Халяпин. День с толком. К другим темам. Массовая вспышка коронавируса в Кулундинской районной больнице. Заразились сразу 25 медиков. По данным Роспотребнадзора, первым в ЦРБ заболел врач-хирург. Он проводил операцию пациенту, у которого позже обнаружили коронавирус. В итоге COVID-19 выявили у 25 медработников. Сейчас работа Кулундинской ЦРБ полностью прекращена. Добавим, за последние сутки в регионе выявлено 77 новых случаев заражения. Общее количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае на сегодня – 3522 человека. За сутки скончался один человек с диагнозом COVID-19. В крае создадут родительские патрули. Их цель – профилактика происшествий на воде. Уже в ближайший месяц спасатели совместно с родителями, а также волонтерами и другими активистами должны будут разъяснять правила поведения на воде и контролировать, как отдыхают дети у водоемов. Еще одна задача социально активных групп – призыв граждан быть предельно бдительными у рек и озер. Родительские патрули, на мой личный взгляд, должны быть созданы в каждом населенном пункте, находящемся у воды. В каждом населенном пункте. И поэтому в родительские патрули должно входить 3-4 человека. Добавим, в этом году утонуло больше 10 жителей края. Среди них есть и дети. Алтайские спасатели напоминают купание детей без надзора, чревато трагическими последствиями. Отдых, не выходя из дома. С такой альтернативой традиционным летним лагерям пришлось столкнуться многим детям в этом году. Как были организованы виртуальные каникулы? Понравились ли они детям? Ответим на эти вопросы на примере Барнаульского экологического лагеря. Шаг за порог, и ты уже в лагере. Детский лагерь прямо дома. Да, теперь и такое возможно. Вероника каждое лето выезжала в палаточный лагерь экоцентра. В этом году из-за пандемии такой возможности не оказалось. Но вовремя подвернулся вариант отдохнуть дистанционно в онлайн-лагере про природу. Возможность упускать не стала. Каждый день девочка выполняет по заданию. Всего их 26. Некоторые мастер-классы так понравились, что выполняет их снова и снова. Закладка «Кошечка. Точное попадание в детское сердце». Мне понравилось делать кошечку. Я вот сейчас эту книжку читаю и буду в ней использовать закладку, чтобы не потеряться. Родителям как никогда спокойно. Дети дома и при этом не скучают, занимаются полезными делами. Такое время, что дети не могут лишний раз выйти на улицу, пойти на площадку, например, поиграть, покататься на тех же великах. А так они все равно что-то получают, какую-то дополнительную информацию, читают дополнительные статьи, что-то ищут в интернете, увлекаются этим всем. Поэтому я считаю, что да, это выход из данных ситуаций. Педагоги экоцентра теперь тоже работают онлайн. Живые экскурсии заменили на виртуальные. Всё рассказываю. Итак, ребята, сейчас мы с вами находимся в нашем дендраре. В программе лагеря – знакомство школьников с дикими животными, составом почв и особенными растениями. Это красиво цветущий кустарник называется чубушник. Часто его называют жасмин. В ходе онлайн-эксперимента дети выращивают дома вот такие кристаллы. А любимую Кока-Колу используют не по прямому назначению, проверяют её свойства. Кроме разного рода познавательных занятий, занимательные мастер-классы – один из них по черенкованию комнатных растений. Каждый день педагоги-кураторы проектов комментировали. Не давали оценку, а именно корректировали, комментировали выполненные работы. Во, Ника, я тебя вижу, молодец. Покажи, что получилось у тебя. Ну, вот так. Первый летний месяц в лагере «Про природу» провели больше 30 школьников из разных уголков края. Об онлайн-проекте дети, как правило, узнавали сами из соцсетей и на сайте лагеря. Большинство воспитанников прежде участвовали в других проектах экологического центра. Но дистанционный формат выдался исключительным экспериментом. Мы считаем, что это была хорошая репетиция использования дистанционных форм обучения. Думаю, что мы будем развиваться в данном формате, потому что это требование времени. До осени, предполагают кураторы виртуального лагеря, в нем смогут отдохнуть онлайн около сотни детей. Но большинство ребят мечтают вырваться из дома, чтобы вживую встретиться со своими сверстниками и продолжить общение с природой не через экраны гаджетов. Традиционная смена в эколагере, возможно, откроется во второй половине лета. Евгения Величкина, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok